Чуть подсел и на долю секунды, когда попадает кулак к цели, доносится, повернуть ногу, чтобы вся масса включилась. Это необычные занятия по боксу. В качестве тренера, мастер спорта международного класса, экс-чемпион мира Дмитрий Пирог. Он посвящает ребят в тонкости так называемого боя в телефонной будке. Понравилось мне очень. Он научил нас американской технике, как держать руки. Как защищаться. Я понял, что главное защищаться, а не атаковать. В общем, впечатления остались отличными. Титулованный спортсмен приехал не просто так. В этом году Пензу выбрали местом подведения итогов реализации федеральной программы «Детский спорт». В регионе уже несколько лет воплощают в жизнь проект «Дворовый тренер». Строят новые спортивные площадки, закупают инвентарь и находят квалифицированных тренеров. Следующий этап – слияние проекта «Дворовый тренер» и «Школьный спорт». Для нас сейчас самая главная задача, чтобы каждый ребенок имел возможность на территории школы, потому что 11 лет мы проводим в школе, создать все условия для того, чтобы он стал абсолютно, как можно сказать, полноценным гражданином нашей страны, гармонично развитой буквально во всем. Школа и должна быть сегодня, или она выходит на первое место в части занятий физкультурой и спортом. Как я говорю, школа – это центр занятости детей и родителей. Задачу, которую я поставил месяц небольшим, перед Министерством образования, здравоохранения, спортом, культурой, создать проект реального школьного спорта. Если нет школьного спорта, студенческого его нет и не будет. Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не только участвовала в заседаниях, но и сама вышла на лед, чтобы провести мастер-класс для юных фигуристов. Зареченские спортсменки из секции фигурного катания тоже приехали поучиться уму-разуму и техническим сложностям. Всякие круги, выигры, думаю, скольжение. А чему бы ты хотела научиться у Ирины Роднина? Я бы хотела научиться заклону. Я бы хотела научиться прыгать акцию на льду и вильон нормально делать. До таких сложностей на мастер-классе дело не дошло. Больше внимания уделили основам фигурного катания. Есть такая как бы основная программа, когда ты работаешь уже со спортсменами-разрядниками, там, конечно, чуть-чуть другая работа. А здесь самые азы и самые такие начала, с чего начинается этот вид спорта, какие требования, какие особенности. А когда база уже наработана, можно смело осваивать любые спортивные сложности и идти к победам на соревнованиях, титулам и медалям. Ксения Тризна, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».